Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и в данном видео я покажу и переведу список изменений, список отличий пятой части Conquest of Elysium от четвертой части. Кстати, на классов три новая класса, но я об этом и говорил. Большинство старых классов получили новые ритуалы и юниты, две новые фракции, это не знаю точно, что это, и империя, Celestial и империя. Различные независимые фракции будут чаще друг с другом сражаться. Пиратские порты смогут строить корабли, которые будут атаковать порты под контролем игрока, либо империи. Стражевые башни будут спаунить имперских солдат, которые будут сражаться против всех игроков и диких животных, ну короче, против дикого мира, которые будут сражаться. Вот оно чё. Таки да, такие вот эти вот стражевые башни, оказывается, спаунят, ну правда там не империя была, там было написано, по-моему, Kingdom, Королевство, но получается, что они могут спаунить нейтральных юнитов. Новые типы логово монстров, теперь могут спаунить монстров, мир и карта, новые миры, небо, какой-то Celestial, Primal и Astlan. Я думал, Sky был в четвертом Конкурстофолизиуме. Интересно. Я думал, он там был. Надо будет пересмотреть, у меня аж есть одно видео по Конкурстофолизиум 4. Надо будет посмотреть иконки, есть там Sky или нету его. Раз, два, три, четыре. Сейчас, по-моему, их всего 10. Тогда, получается, было 6. Новый алгоритм генерации мира, создающий более интересную географию, улучшенная графика карты, новые варианты местности, квадраты местности, корабли и мореплавания, и названия для, получается, портов, башен этих, самков, городов и прочего. Разве их не было раньше? Оказалось, они были. Механик вот этого Warrun. Уничтожение маленьких армий, меньше 5 юнитов. Ну, кстати, оно не всегда так работает. Ну, там еще от силы их зависит, конечно. Новое случайное событие. Некоторые апокалиптические по своей природе. Имеется возможность предотвращения многих событий перед тем, как они произойдут. В том случае, если... Что такое инстигейторс? Зачинщики. В том случае, если зачинщики заспаунятся во время создания мира. Интересно, наоборот, по идее, если зачинщиков не будет, то и событий не должно быть. Хотя тут как-то странно получается предотвратить многие события, если заспаунятся зачинщики. Растительность издания в боях появились. Все вот эти особенности рельефа имеют свои характеристики и могут быть уничтожены. Нифига себе. Ну, это мы уже видели у Скорч Лорда. Лорда Иссушителя. Что он может из растительности высасывать жизнь. Но получается еще и оживлять деревья, что ли, кто-то может. Нифига себе. Новые типы фортификаций. Различные для различных типов фортов. Новые постоянные вот эти ранения боевые. Некоторые эти ранения могут влиять на, получается, место расположения юнита в бою. Ну, впереди или сзади, например. Ого, если юнит берет магический посох, волшебную палочку, это повлияет на его место в бою. Получается, он сзади станет, что ли? Некоторые юниты могут взорваться под землю во время. В начале осады. Для того, чтобы потом появиться за стенами. Но это, кстати, я как-то видел. То ли муравей, то ли кто там подкоп сделал. Это интересная, конечно, механика. Более умная подготовка для осадных юнитов. Засады более смертоносны. Теперь гораздо большая вероятность того, что на командиров нападут в начале колонны. Ну, или, скорее всего, не в начале, а в конце. Командиры ждут. Хотя... Ну да, да. Там командир, получается, как раз почти что окружен при засадах. Боевая статистика показывается для битв, если отчеты о битвах включены. Надо будет, кстати, посмотреть. Проверить это. Потому что у меня они, по-моему, были выключены. Я не видел этих отчетов. Надо будет включить и посмотреть, что там за отчеты. А юниты игрока могут также устраивать засады на вражеских юнитов. Интересно. А раньше, что ли, не было такого? Количество очков городов определяет количество предложений от торговцев и наемников. От наемников и торговцев. Торговцы могут предлагать магические вещи на продажу. Судя по всему, можно каким-то образом сбрасывать ненужные ресурсы за меньшую цену для получения большего количества золота. Улучшение юзер-интерфейса. Пользовательского интерфейса. Можно прокладывать маршруты многоходовые. Получается, раньше такого не было, что ли. Автонайм. Информация по квадратам на карте, которые улучшены экран обмена юнитами. Перемещение юнитов, ну, между армиями которой. Даты также показываются при загрузке старых игр. Раньше не показывались, что ли? Показывать торговлю и трупы прямо с экрана карты. А как это раньше было? Можно смотреть, какие повторяемые ритуалы. Ну, там есть галочка repeat. Ритуал, повторять ритуал. Прямо на экране карты можно видеть, какие ритуалы повторяются. Отмечены те, которые надо повторять. Огромная армия. Показано, как стопка каких-то счетчиков на экране карты. Ну, видимо, я это видел. Просто, получается, чем больше армия, тем больше там стопка. Типа как около 500 новых монстров, новых типов монстров. Много новых способностей. Специальных способностей. Юниты с пустынным передвижением теперь могут быстро перемещаться через пустыню. Но что-то оно не работает. Нет, странно. Получается, этого не было в предыдущей части. И сейчас оно не работает. Потому что я уже об этом не раз говорил. Перемещение по пустыне у юнитов с пустынным перемещением такое же, как у обычных юнитов. Два очка перемещения. Надо будет вообще написать разработчикам. Что-то такое. Если это бах, пусть исправляют. Парящие и летающие юниты теперь могут перелетать через море. Ну, через водяные квадратики, короче. Летающие юниты теперь будут уставать, если не могут приземлиться. Нифига себе. Интересно. Юниты со способностью берсерка смогут продолжать сражаться при отрицательном количестве здоровья. Ну да, это я видел уже. на ритуалы. Более 100 новых ритуалов. Новые ресурсы. Life Force, который у лорда Иссушителя жизненная сила. Кобальды и гоблины. В смысле, сами кобальды это ресурс? И гоблины, или как? Или у них какой-то свой ресурс? Потому что тут конкретно ресурс написан, тут не написан лорд Иссушитель. Магические предметы. Более 100 новых магических предметов. Новые типы магических предметов. Такие как магические карты. Интересно. Свитки телепортации. И одноразовые зелья. Интересно, интересно. Магические предметы, которые, короче, улучшают магические школы. Для большинства магических школ. Ну, путей. Короче, типов магии. Я тоже это видел. Тот глаз ночи, который был, который Гуль нашел. Проклятый, который еще был. Он темную магию там улучшал. Музыка. Новая эпическая музыка. Созданная Адрианом Вон Зиглером. Один особый... Короче, одна особая музыка для каждого класса. Один особый трек. Ну да, да. за Лорда Исушителя я его услышал. Такая восточная. И она всегда играет в начале. Например, если ты запустил игру, загрузился, то по-любому она будет играть сразу. А уже после нее будет какая-то из обычных играть. Это довольно... Ну, с одной стороны она вроде как прикольная, но с другой иногда это поднадоедает. Сетевая часть. Ну, да, об этом я уже говорил, что официальный сервер подняли. Раньше только по локальной сети можно было играть или за одним компом. Сейчас уже, да, уже есть сервер. Есть лобби. Старый способ, да, тоже работает по локалке. Можно давать магические предметы союзникам. Можно ставить таймер на ход в сетевой игре. Довольно полезно может быть в определенных случаях. Мода строения. Поддержка Steam Workshop. Раньше получается ее не было, что ли. Больше команд модерских. Ух ты. Редактор карт теперь может быть использован также для того, чтобы редактировать, ну, создавать, редактировать другие миры. Интересно, получается, что раньше только Elysium можно было редактировать, другие миры вообще нельзя было трогать. Интересно, интересно. Что-то старых машинах 32-битных это может быть проблемой. У 32-битного процесса ограничение по оперативной памяти, которое может использовать около 4 гигабайт, вне зависимости от того, какая система операционная. Точнее, как зависимо. Если система 32-битная, то там около 3-битных, может быть. если система 64-битная, а процесс 32-битных, то там максимум где-то около 4-битных. Ну, а если процесс 64-битный и система 64-битная, то там уже очень много. По сути, на данный момент вся оператива, что есть, она может и использоваться. Это, конечно, круто, потому что ограничение в 4, максимум в 4 гига, это, конечно, не прикольно. И некоторые игры, они, блин, все еще продолжают быть 32-битными. И это создает массу проблем. Когда не хватает оператива для игры, хоть у тебя сколько там, хоть у тебя 16, а все равно процесс игра не может использовать больше, там 4 или 3 с копейками. Ну, и это приводит к вылетам по памяти. Улучшение производительности для того, чтобы длинные игры более гладко работали. Много улучшений в искусственный интеллект игроков. Ну, вот такие дела. Вот такой список изменений. Ну, что ж, такое информативное видео получилось. Кстати, вот эта иконка пятого конкуста фелизиум, а четвертого там другая была. Ну, что ж, если понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, присоединяйтесь на сервер Discord. Ну, и до встречи в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok